Минский автомобильный завод в ноябре прошлого года запустил в Бресте, а именно на свободных площадях Брестмаш, первое серийное производство микроавтобусов и фургонов. Машины ориентированы на внутренний рынок, и часть из них изготавливается для решения вопросов перевозки учащихся, в том числе с ограниченными возможностями. А потому совсем неудивительно, что школьный автобусный парк Брестской области постоянно обновляется, ведь и для государства забота о детях – вопрос особой важности. Правительство Республики Беларусь, президент нашей страны уделяет большое внимание данному вопросу. И вот было подписано соответствующее постановление, которое решает вопросы доставки наших детишек для получения соответствующего образования. В 2023 году на этом предприятии было изготовлено и передано 73 школьных автобуса. В мае мы передали очередную партию из 25 автобусов, ну и вот сегодня очередная партия 23 школьных автобуса разойдутся по территории Брестской области. Ключи от 23 новых микроавтобусов для перевозки школьников были торжественно вручены руководителям учреждения образования 12 районов Брестской области и города Пинска. Событие знаковое и очень важное, потому как каждый понимает, что дорога к знаниям должна быть комфортной и безопасной. Несмотря на то, что в первом регионе подвоз детей в сельской местности организован 350 школьными автобусами, порядка 12% из них трудятся уже более 10 лет, а значит нуждаются в обновлении. Сегодня знаменательное событие для Брестского района. Мы получаем 4 новых автобуса, изготовленных на Брестмаша. Конечно, это нам позволит заменить старые автобусы, которые эксплуатируются уже более 10-15 лет на территории Брестского района и создать больше комфорта в поездках наших детей, к учреждению образования и обратно домой. Эти автобусы мы планируем передать в 2 автобуса в среднюю школу деревни Клиники, в среднюю школу деревни Медна и в среднюю школу городского поселка Домачево. Всего в районе 22 школьных автобуса, осуществляющих перевозку обучающихся. Это и ребята дошкольного образования, и учащиеся общего среднего образования. Два автобуса сегодня уйдут в Косовскую среднюю школу и Бытинскую среднюю школу. Это очень приятно, потому как наши ребята будут обеспечены качественным подвозом в таких прекрасных автобусах. Но на этом программа обновления автобусного парка Брестской области не заканчивается. В следующем году планируют подарить еще несколько десятков новых, комфортных, красивых автобусов для учащихся первого региона. Очень прекрасно, что мы эту нишу от 10 до 22 посадочных мест будем производить, будем заниматься вопросами локализации и производства именно на этом предприятии. Оно будет расшираться бесспорно, и цели мы перед собой ставим, чтобы 10 тысяч единиц такого транспорта производить. Притом мы сразу говорим, что это не только для Республики Беларусь, но и для наших братьев соседней Российской Федерации. Есть российские производители, которые в этой нише с нами сегодня борются. Но я думаю, все-таки мы постараемся закрепиться в этом направлении, ну и обеспечить ту потребность, в которой нуждается Российская Федерация. У них потребность на ближайшие, вот до 30-го года, ну цифры просто огромные. И это мы чувствуем и по пассажирскому транспорту, который Валерий Валерьевич, Минский автомобильный суд, выпускает сегодня. И его нужно наращивать. Мы расширяем линейку техники различного направления, и медицина, и образование, и спецподразделения, которые мы дорабатываем, и другие, иные совершенно новые направления, как, например, инвестиционная машина. И в этом направлении движемся и работаем. По достоинству оценили подарок и водители новеньких микроавтобусов. Николай Николаевич за рулем уже 37 лет, большую часть из которых он бережно перевозит детей из пункта А в пункт Б, а если точнее, от дома к школе в игрокородке Вулька-2 Лунинецкого района. Впечатление отличное, мне нравится. Ну, сейчас я получу этот новый, буквально я получал 28 января автобус, тот большой, 257-й МАЗ. Тоже отличная машина. У нас просто мало детей, это решили поменять. Ну, пока я довольный. Теперь добраться к школе детям будет в разу удобнее, а еще быстрее, теплее и комфортнее. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.